Епископ Никита С 1924 и до 1935 года владыка служил викарием Алтайской, а затем и Тульской епархии. Он всегда ревностно заботился о соблюдении устава церкви, был усердным проповедником Слова Божьего, пользовался уважением и любовью прихожан. Несмотря на революционные изменения, он не предавал веру и состоял в православной общине на Белевской земле при Казацкой церкви. В 30-е годы, когда в России начались тотальные и небывалые по своей жестокости гонения на русскую православную церковь, все невзгоды эти испытал на себе и уже пожилой епископ Никита. В 1937 году его и еще 19 человек, почитавших веру в Бога, арестовали. Владыке было предъявлено обвинение в том, что он, являясь организатором и руководителем подпольного монастыря при Казацкой церкви, систематически давал установку духовенству о проведении контрреволюционной деятельности среди населения. Жестокие допросы длились долгих 14 суток. Епископу не давали спать и садиться. В итоге тройка НКВД вынесла приговор о высшем мире наказания. Епископ Никита и все арестованные были расстреляны и погребены в Тесницком лесу на 162-м километре шоссе Москва-Симферополь. 3 января. День памяти священномученика Никиты Прибыткова, Белевского епископа. Субтитры создавал DimaTorzok